Привет всем! Сегодня хочу сделать обзор совсем небольшой семян баклажанов, а именно новинок. Каждый год стараемся приобрести какой-то новый сорт или гибрид. В прошлом году очень порадовал баклажан Андрюша и урожаем своим, и то, что он переносил все невзгоды нашей сибирской погоды. В общем, замечательный баклажан. Всем советую. В этом году вот таких вот два баклажана. Хочу вам о них немножко рассказать. Каждый год выращиваем белоплодные баклажаны. У них все-таки немножко другая текстура мякоти. Заметно она отличается от обычных фиолетовых баклажанов. Более она рыхлая, вкусная. Мне как бы больше нравится именно белоплодные. Выращивали белоплодный баклажан пеликан, но вот в последнее время семена уже старые, стали плохо восходить, поэтому нужно какой-то новенький приобрести. А так тоже пеликан. Сорт очень хороший. Называется баклажан лебединый, среднеспелый, высотой у него куст достигает 70 сантиметров, а масса баклажана 200-250 граммов. Устойчив он ко многим заболеваниям и изменениям температуры. То есть и жаростойкий, и как бы радует своим стабильным урожаем. Ну и отличные вкусовые качества у самих баклажанов. Такой вот привлекательный крупный плод. Ну и посмотрим, как себя он проявит именно в нашем климате. И еще один баклажан. Была на него хорошая скидка. Тоже семена стоили. Вот именно была такая акция на 7 семян. Семена, в общем, там по 10 рублей всего такая пачка. Но здесь, наверное, здесь 5 семечек. Баклажана эпик. Тоже о нем многие, наверное, знают. Очень он урожайный. И через 60-65 дней после высадки рассады уже можно собирать первые плоды. Высота растений 90 сантиметров. А сам плод 200-250 граммов. Ну, тоже устойчивость ко многим заболеваниям, стрессам, перепадам температур. Поэтому такой тоже довольно-таки хороший баклажан. В общем, такое вот и черное, и белое. Такое вот сочетание баклажанов. Будем выращивать и с прошлого сезона. И вот попробуем такие вот две новинки посеять. Поэтому, если кто не пробовал, обязательно попробуйте. Приобретите хотя бы один какой-то белоплодный баклажан. Я думаю, вам очень они понравятся. Действительно, их даже вот как бы присутствует вкус грибов. Есть такие вот белоплодные. Прямо они так и называются вкус грибов. Поэтому можно попробовать и что-то новенькое. Сейчас и зеленоплодные есть баклажаны. И только каких только нет. В общем, на каждый вкус и цвет можно что-то выбрать. Ну, а всем тем, кому видео понравилось, было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь с ним видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока. И всего самого-самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok